Новогодний Dream 3 по Прибалтике. Итак, метель, сломанный автобус, что скажете? Чисто очереди. Типичная ситуация в поездах, когда человек заходит, он встает на проходе и мешает всем пройти со своими чемоданами. И вот когда наконец-то добрался до своей кровати, ты получаешь рендом. Либо с тобой заселятся более-менее адекватные люди, либо отвратительные. Тихо в лесу, только не спит барсук. Тем временем мы прибыли в Минск, и тут охренища снега, теперь понятно где он. Первая страна, в которой я вылезла из-за галочки, была Беларусь. Белорусские елочки. Тут есть снег. И лед. И нету фокуса. В Вильнюс мы приехали рано утром. В Вильнюс нас встретил дождем. После поезда нам очень хотелось кушать. Первое, что мы увидели, это был МакДак. Во-первых, это было знакомое. Во-вторых, ну почему бы не попробовать не сравнить, как там и у нас. Время полвосьмого утра. На улице очень мало машин и вообще нету людей. И таксиболт. И таксиболт, да. Так классно почти везде еловые ветки. И вот мы добрались до первой съемной квартиры. 8, 8, 15. Надо повернуть ручку. Комната оказалась на редкость очень уютной. И хоть и маленькой, она находилась на самом высоком этаже. И хозяйка была очень-очень милая. Это стол, кровать, рома. Все, что надо. И комната. В принципе, вообще очень даже норм. И вот такое шкарное окно. В старом городе Вильнюсу очень много красивых зданий. Первым делом мы добрались до косла Святой Анны. Это католическая церковь, памятник кодической архитектуры. Одна из самых известных достопримечательностей Вильнюса. Некоторые инсталляции, которые не успели убрать после Рождества, они остались внутри кослов или храмов. Это Успенский кафедральный собор. Один из самых старых храмов Вильнюса и очень атмосферный. Мы дошли до замка. Главная достопримечательность. Затем мы пошли смотреть на новогоднюю елку и ярмарку. Было достаточно многолюдно. Мы решили пойти и начать празднование в баре. Вот так выглядел наш новогодний стол. Самое забавное, что без 10.12 все пошли на улицу в сторону кафедрального собора. Но мы тоже встали и пошли. Время 23.54. Он идет и кает. Крешнаиты. 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 С Новым Годом! С Новым Годом! Снег пошел! На главной площади было круто. Все пили, танцевали, веселились. Было очень весело. А когда мы пришли домой, я вспомнила, что у нас есть бенгальские огни. У-ху! Первое января. Первое января. Как вы себя чувствуете? Жизнь цел. Орел. До заселения в новую квартиру у нас было 4 часа. Мы просто решили пойти попить кофе. А теперь второй отель. Правда, я не в курсе, где тут вход. Давай! Разбой, давай, давай. Ну, а там? Давай, давай. Давай, давай. Стоять, две, три. Открывай. Ну. Норм. А на первом этаже казино. Рум-тур. Вообще норм. Тут даже шахматы есть над толчком. После заселения мы решили дойти до Ужуписа. Еще один район Вильнюса. Мимо вон. Ты видела? Кого? Какие качели? А теперь видела качели. Тут русалочка еще есть. И куча-куча замочков. Вон тут что-то снимать. Пока не особо есть. Но все равно это дело. Там какая-то улочка. Пойдем в ту улочку. Сейчас куда-нибудь как-то зайдем. Непонятно что. Какие тут охренительные граффити. И нету таких же кахашников, которые могли бы их просто замыть. Замазать. Какая маленькая тачечка. Там стекляшки. И почему-то вечером я предложила пойти на холмы, которые находятся достаточно далековато. Но было красиво. Живой-то, конечно, намного симпатичнее выглядит. Поднимался в хуй знает куда. Ради чекпоинта. Ну ладно, вид тут. Путь, блядь. Был бы хорош. На третий день мы вышли в современную часть города, чтобы посмотреть магазины, цены и вот это вот все. Когда выходишь в город, основное такое ощущение, как будто совершенно два разных мира. А еще самый тупняк, когда начинают со мной разговаривать на литовском. Просто эрор. И у меня, и у человека, кто со мной начинает так разговаривать. Тот момент, когда идешь, не знаешь куда. И вот либо те люди идут за своей тачкой, либо хрен его знает. А еще тут может быть бесплатная парковка. Поэтому тут так много тачек. Потому что везде в городе она платная. Шли, шли и дошли. Вечером мы решили сходить на каток. Когда я решила покататься на катке, но не учел очередь. И в итоге, когда ты понял, что ты в душе алкаш, ты идешь за пивком. Вместо того, чтобы стоять там в очереди. Следующим днем мы поехали в Каунас. Типичная Подмосковья. Я не очень умная, и мне смешно. Каунас выглядит не очень приветливо и разрушенно, но тут все равно есть очень много крутых зданий. Оно, конечно, все красиво, но идет дождь. Нереальный ветер, который меня иногда сбивает с ног. Ничего, живем. Мы долго шли и, наконец, дошли до центральной площади. Там достаточно было мило и была гибная елка. А это Каунасовский замок. Впечатление от Каунаса такое ощущение, что его снесли и заново построили. Потому что хоть тут и есть старинные здания, они не очень старые, и большая часть уже вот такого типа. Вернувшись вечером домой, мы пошли кушать, а затем собирать вещи, потому что нам предстояла дорога в Ригу. Теперь время ехать в Ригу. Вот это наша кроссовка. Для какая. Я ее держу на ладошке. И вот я иду на латышской земле. Эр Рига. Рига мне понравилась не очень, потому что все достопримечательности мы обошли приблизительно за 2 часа. После чего мы вечером пошли в Баруху, где застали очень забавную ситуацию, когда у нас попросили стол поменять местами, оттуда достали потом ребята кастрюли, и на местной печке начали что-то варить, что-то похожее на суп, причем на кокосовом масле и с имбирем, и это было очень странно и забавно. Рижская ярмарка в Старом городе. А нет, уже дома. На следующий день мы пошли скитаться в поисках веселья. Меня у тети атакуют. Почему они сюда идут? Они зловно на меня смотрят. Атака уток. Нагулявшись, мы решили вечером пойти в сторону старого города и найти какую-нибудь барушку. Кстати, это замок. По пути наткнулись на этих забавных ребят. И вот мы добрались до бара, но посидели немного, потому что на утро нам предстояла поездка в Эстонию, в Таллинн. Да, наша девочка приехала. Сейчас в Таллинн поедем на ней. Ммм, маме. И вот мы в Эстонии. Тут очень сыро. Тут прикольные троллики есть, большие. И еще я нихрена не понимаю, где тротуары, а где дорога. А то есть тут одна ровная дорога. Приехав в Таллинн, мы не стали себе изменять и снова пошли пешком автовокзала до дома. И он сразу меня впечатлил после Риги. Он очень красивый, даже несмотря на то, что сам старый город очень маленький. Вот так выглядело последнее место, в котором мы остановились в данном путешествии. А по-моему, тут охуличено. После заселения мы пошли в старый город осматривать достопримечательности. Многие здания выглядят отреставрированными, но все равно в них есть много частиц именно старины. Она нереально огромных размеров. Просто нереально. Затем пришли на главную площадь, но, к сожалению, ярмарка уже была разобрана. Тут очень много гильдий всяких, всевозможных. День был достаточно насыщенный, но следующий предстоял еще жестче, потому что у нас была поездка 8-часовая до Питера и уже потом дорога домой. В оставшееся время мы прошли еще несколько красивых мест. Большая вода! Я потрогала! Он меня потрогал! А это тюрьма. Какое-то очень забавное стечение обстоятельств. В какой бы город мы ни приехали, в какую страну она нас встречает сначала дождем, причем иногда не особо сильным, а потом солнцем. И тут просто такая атмосфера весенняя. Вот прям вот. По-моему, я нашла вождя чаек. Время пол-одиннадцатого вечера. Город пустой. Ни народа, ни машин. Вообще. При этом мы в центре. Достаточно. Прибалтийский Dream 3 покончен почти. Сейчас осталось 8 часов на автобусе до Питера и в Питере до ночи. Ночи домой, и ходи домой уже. До Питера мы добрались нормально. Мы приехали утром, и нам надо было как-то скоротать время. Сначала нам надо было починить сумку, у которой отлетел карабин. После чего мы пошли в кино, которое сломалось. А затем уже вечером встретились с друзьями. Так и закончилось наше путешествие. Субтитры создавал DimaTorzok